Ну, я по надобности, как-нибудь по пустякам. Так, повторите снова, что сказали. У меня с вами было уже два разговора по скайпу, и вы мне разрешили выходить каждые две недели. Понятно. Через каждые две недели. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я слушаю, говорите. Так как я говорила уже, я живу в Германии, я замужем за сирийца. У меня такой вопрос. Дети у меня сейчас начали ходить в детский сад здесь, в Германии, и им снимают крестики. Уже и сами воспитательцы ругают, говорят, я тебе сто раз говорила, чтобы мама снимала крестики, когда приводит тебя в детский сад. Вот как поступать в такой ситуации? Ну, как? Если такое условие ставится, отойдите от детского садика. Зачем он нужен? Там развращает детей ваших. Без крестик он и не ограждён. Как это? Да это даже при коммунистах у нас не делали. Они амазонены полностью. Они везде так делают. И в старших классах, и в школах везде. Есть русские семьи, с которыми я там разговариваю. Отойди от них. Но тут во всех детских садах. Если я не поведу в детский сад, придёт соцопека для детей. Они забирают детей, сами их выращивают. Дальше я ничего не могу ответить. Я вам ответил. Дальше они будут ставить условие, чтобы вы детям дома не говорили о Боге. Следующее условие, чтобы вы при детях не молились. Вы понимаете, куда вы. Вы воспитываете для ада, не для неба. У нас, я поняла вас, я это приму к сведению. И я хотела вообще поговорить с шефом, ну, заведующим этого детского сада, и сказать ей, сказать, что у вас есть кто-то и мусульмане тоже. Если девочки придут, допустим, с покрытой головой, вы тоже скажете им снимать платки. Они же так не говорят. Говорят, уже говорят. Во Франции уже бьются за это. Уже закон вышел. Да, это во Франции. В Германии такой закон только, когда идут фотографироваться на документы, чтобы они снимали хиджаб или просто вот так, платок, чтобы видно было лицо. Я поговорю с заведующей. Еще такой вопрос. У меня муж же сириец, и в один день мы смотрели на русском языке и на арабском языке фильм «Моисей». Так как он не может читать ни на арабском, ни на другом языке, он ходил в школу, но он не помнит уже, не помнит, не может он читать по-арабски. И даже Коран он не может читать. Я говорю, у нас тогда проблемы, я тебе ничего не могу доказать, и ты мне не можешь доказать, ты не можешь читать. И мы смотрели там, где Авра, Исаак и Яков, когда начали говорить про иконы, что они не идолы. И он мне говорит, вот Наташа, ты развесила, везде иконы дома. Допустим, на кухне там Иисус Христос, и Архангел говорил у меня, у меня в комнате только есть и все. В моем красном углу там несколько икон. Он говорит, а что, если нет икон, ты не можешь молиться, и дети не могут молиться. Я говорю, оставлю для детей, чтобы они имели хоть какое-то представление, образ, что вот есть Бог, какой Он, допустим, Иисус Христос. И когда мы смотрели фильм, он говорит, ну никто же его не видел, какой Он, Иисус Христос. Мы же не видели, допустим, Бога. Так как он кюрд, они называют единого Бога всесущный. Не так, как мусульмане Аллах. Они обращаются к нему по-кюрдски всесущный. Единый всесущный Бог. И он говорит, то есть, если вот эти вот иконы сейчас развесишь, кто-то к нам придет домой и скажет, вот как мне быть, сказать, что вот это вот идолство или что это. Я ему объясняла, говорю, вот у тебя есть фотография твоих родителей, твоих родственников. Их, допустим, кто-то видел, их изображает, да. Я говорю, а есть и раньше тоже свидетели, которые действительно видели ангелов, святых, пророков. Вот они не рисовали иконы. Но он часто был со мной в храме и даже на пасхальную полуножницу. И он говорит, ну смотри, у вас все люди, каждый иконик подходит и к иконе, и к попу. И все руки его целуют, и железяки целуют. Говорит, уже все можно облизывать. Говорит, так как тогда быть? То есть, кому верить и кому поклонять? То есть, как ваша вера? Вот ты говоришь, что вы, допустим, христиане. И я ему пыталась объяснить, но дошло, что он начал спорить, и я прекратила. Я говорю, я не хочу спорить, потому что у меня так. Я тебе сказала один-два раза, ты не принял, не послушал, и все. И он начал задумываться. Я же говорю, раньше были, говорю, изображения. Он говорит, Иисус Христос что, приходил в храм и целовал все иконы, изображения? Я говорю, нет. Я говорю, в этом ты прав. Я говорю, ну это беззаконие творится в храмах у нас. То есть, как и у вас, то же самое. У вас же благословляют, допустим, сейчас у них все девушки, они все обесчищенные. У них детственницы очень редко найдешь. И они просто это скрывают. Я говорю, у вас ходят все, у гинеколога, и зашиваются. Даже обманывают мужчин. Я говорю, разве так можно и так благословят? Ну вот так и у нас творится беззаконие. Зашивают. Интересно. Да, вот так у них и есть. И даже слушать-то и то смешно. Вот они, допустим, у них был мужчина, никто не знает. Они зашивают и идут в какие-то деревень недалекие, которые не знают их. Выбирают там, допустим, жениха, если она побогаче. Ну так как у них семейство побогаче. Мне кажется, так произошло с его сестрой самой младшей. Так сделали. И мать даже говорит, что ты говоришь, защищает и так, и так. Что-то высоко поднялось у вас, платок срезает. Вот так. Больше не надо. Вот так задержите. Вот так пускай. Больше не разговаривайте на эти темы. Это не нужно ничего. Только делов-то. Он добивается свое. У него такое понятие. А ты, Малисий, больше не разговаривай. Дабы без слова были приобретаемы. Без слова. Ни одного слова не говори. Знаешь, Малисий, раз уже попала в такой капкан, самая расставила, тебя селом никто не отдавал. Ты же не езитка была там, чтобы тебя завоевали, увели, игиловцы. Да, но многое чего я не знала, что замуж нельзя выходить за инобеса. Ну теперь уже не секрет этот. И сильно ты за него не держись. Как Богу угодно, так и будет. А так, сегодня он требует икону, убери, завтра платок с ними. Не-не, он не требует икону убрать. Я говорю, как обычно. Сатана завоевывал на территорию, он уже назад не отдает. Дальше скажи, дети, я их воспитываю, не ты. Если мальчик его обрезать надо, он свое будет давить. Вот у нас сейчас будет мальчик, но мы насчет этого уже раньше говорили. И он знает, я ему сказала, я православная, я воспитываю детей. Если ты хочешь воспитывать детей, то забери детей и воспитывай их. Но он так не хочет, конечно. Я ему давно сказала, что я не хочу, чтобы мы общались, чтобы мои дети общались со своими родственниками и родителями. Ты же видишь, какие они все развращенные. Дети наши тоже будут такие же. У его старшей сестры сын, он гей. Он с мальчиками встречается. Я говорю, ты хочешь, чтобы вот с такими? Я говорю, у вас все курят, все хулят, матерят. Вы, мать, оскорбляетесь, сквернословите. Я говорю, это самый большой грех. Я говорю, вы все будете умирать смертью и очень быстро. Вы даже до ее года не доживете, как ваша бабушка или мать. И он очень... Когда я ношу платок, он очень такой стал слушать. Слушать то, что я ему говорю. Он увидел, что я смотрю ваш канал, что я читаю Слово Божье, Евангелие. Я говорю, я всегда читала, говорю, и раньше читала. Просто я читала, чтобы ты не знал, как тайна. Я же не знаю тебя, ты постоянно обманываешь, обманываешь. Я же не могу тебе все сказать и открыть сразу. Вот так и так. Поэтому все потихоньку, с любовью, как говорится. Мне еще вот такой вопрос. Я читала Евангелие и читала феофилакта болгарского, то есть видео в Ютубе. И так я не поняла, вот кто такие скопцы? Есть скопцы от утроба матери, есть скопцы, сделанные людьми. Есть там еще третья про скопцы. А скопившая сами себя? А вот как понять от утроба матери? Он родился такой. Так, минутку, подождите. Говори. Говори. Не забрадите. Главное, как будто звонит, а на самом деле ничего нету. Ну, это речь идет не о буквальном, что физическая кастрация, а о том, что он не нуждается в этом. Он родился такой, и он безразличный к женскому полу. Другого убедили, то есть кто-то его скопил, рассказали, зачем тебе это нужно в последнее время. Тебе детей не воспитать как надо, это все быстро проходит. Ты один, тебе спасаться легче, как бежать со связанными ногами. А ты то не можешь, другое не можешь, тебя никуда нету. А есть, которые, говорит, сам себя убедил, стал считать Евангелие, и хорошо человеку оставаться, как Павел говорит, как я, потому что и будете иметь скорби по плоти, мне вас жаль. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Говори. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Кто? Кто? Так, я по телефону больше двух минут вредно разговаривать. У вас скайп есть? Скайп есть, да. Ну, заходите минут через 20. Ну, внизу напишите, Игнатий Лапкин, напишите. Я один с такой фамилией, именем. И дайте знать, что вы оттуда ездите, там, такой-то, такой-то из города Тулы. Я вам сразу скажу. Все, с Богом. Звонят, знакомые, ну, не знакомые, новые знакомства люди, смотрят наши каналы. У нас материал богатый. Видите, сколько выставляем? Я сейчас только выставил по детскому лагерю, вот сейчас. И там выставлено сразу 274 ролика про лагерь. Да, я смотрела, особенно воспитание детей, даже принимала на своих детях. Очень много узнала, особенно там, где растут дети блуда, вот курильщики, наркоманы. Очень хорошо вы объясняете, очень хорошо вы показываете. Я сама это замечала, вот у других детей, если у меня нету. Но я не понимала, то есть, от чего они такие, вот. Почему они так делают? И смотря ваши видео, там, о воспитании детей, самое большее мне понравилось про Яшу. Как он постоянно плачет и ноет, и выпрашивает у мамы что-то, и никакого покоя не дает. У меня такая вот вторая дочка. Но сейчас она успокоилась, конечно, немножко успокоилась. Мы начали молиться, в несколько раз ее заставляла, она не хотела молиться. Мне пришлось принять силу, ругать ее. И потом она после этого сразу, мама молится вечером, колено преклонения. Я уже их начинаю, земные поклоны учить по 10 раз, уже прибавлять. Они меня спрашивают, еще много? Я говорю, ну еще много, чем больше, тем лучше. Ну и они так уже научились. У меня еще вот такой вопрос. Вот у меня родители, они неверующие, но они венчались. Мы все четверо детей родились в блуде. Они уже венчались, когда мы уже все были большие по 13-14 лет. Я спрашивала свою маму, для чего ты венчалась, и как ты понимаешь, что для тебя венчание означает? Ну и для отца они так и не могут ответить. То есть это венчание как принимается? Действительное или недействительное? Не знаю, это конкретный случай. Все венчаются, и они пошли повенчались, чтобы Бог как бы благословил их брат. Без покаяния, без ничего. Хорошее дело, что венчались. А если веры в это нет, а без веры? На первом месте вера стоит. Без веры ни одно таинство неприемлемое. Это так. Про форму. Я ее спрашивала про крещение, про мое крещение, про погружение, как она понимает, что погружение. Она ничего не может сказать. Она не может сказать, что Иисус Христос умер именно за нее, что Он есть действительно Бог. То есть недействительное. И вот если у меня неправильно было крещение, не было трехкратное погружение, получается, что ее весь грех, блуда, он еще есть на мне. Он не омыт. Так и получается, да? Ну, как сказать, как получается. Что венчина, это в любом случае хорошо, но без веры угодить Богу невозможно. Надо, чтобы приходящий веровал, и ищущим его воздает. Даже крещение правильное принятое было у мусульман. Правильно, все. Но получилось, что ничего нет. Святые запретили признавать их. Они крестятся, все, но все равно они не веруют. Вот так же, как у меня муж. Он говорит, я верю, что Иисус Христос пророк, но что Он есть Бог и Сын Божий, я не верю. А я ему говорю, что он вот в этой книге красной, у меня есть Библия Святая, там написано, кто не принимает Сына, тот не принимает Отца. И если ты не веруешь в Сына, то ты вообще не знаешь, что такое Отец, и ничего ты не знаешь. Я говорю, нет у тебя в сердце ни Бога, ни Сына. Но он так позадумался, он очень часто думает, мы с ним разговаривали, я еле как его уговорила. Он вроде бы бросил курить, не курит он. Я говорю, либо ты не куришь и все. Я говорю, никакой не почищут, ничего, не курит он. Но теперь другая проблема. Бывает, что выпивает по стаканчику. Так, дома сидит и Орешки там, фильм посмотрит и выпивает там один стакан. Раки называется. Вы, наверное, слышали, если ездили в Грецию или в Турцию. Да, да, да. Раки вот это вот. Я говорю, другая проблема. Я говорю, ты знаешь, что все начинается с одного стакана. Сегодня один стакан, завтра два, завтра три, четыре. Я говорю, у меня отец такой был, я знаю, о чем говорю. Не знаю, как вам пришлось к этому мнению. И вот у меня еще вот такой вопрос. Я хотела бы принимать у вас крещение. Я посмотрела у вас все видео под крещение, подготовки. Если я приеду к вам из Германии, чтобы у вас креститься, мне сколько нужно времени, чтобы меня допустили к крещению? Ну сколько, хотя бы дня два. Потому что я буду рассчитывать, насколько я могу там находиться. Я думаю, что мы побыли вместе, мы побыли. Потом у нас будет собрание в субботу. А в воскресенье уже будет крещение. Хотя бы дня два у нас побыли. Вы сказали, что у вас обязательно такой обычай, чтобы был у вас преемник. А если я пока не знаю никого из общины, я смотрю видео, допустим, но лично я не общалась по скайпу ни с кем. Ну, познакомиться надо. Мне бы хотелось познакомиться с Серафимой Гавриловной. Вот и познакомишься. Ну, это когда приехать. А так как с ней связаться? Она же... Никак, у нее ничего нет. Не связаться, только молиться. Только молиться. Потому что из всех видео я смотрела больше, она мне из всех понравилась. Я люблю таких женщин. И у нее видно, что духовный опыт очень высокий. Видно, что жизнь у нее была тяжелая. Только вера в Бога ей помогла бы все. И она очень хорошие советы дает. Очень. Ну, да. Я смотрела, очень хорошие советы. Очень. И то, что она другим говорит, другие вообще могут даже и не понять, и даже не верят в то, что она говорит. Но я верю, потому что со мной тоже очень часто такое было. Я это чувствовала. И я, когда была беременная, токсикоз, вот она говорила там одному блуднику, который развелся и приехал к вам немножко там. И она говорит, ты если даже можешь, не можешь, говорю, она говорит, а сделай хоть пять, хоть десять коленопреклонения, увидишь. После десяти еще захочешь, еще захочешь. Ну, вот у меня плохо тоже, мне живота болит. И я вот пять, десять, двадцать и так до сорока сделала коленопреклонения. И каждый раз я заставляю себя. Скажите, а как мне понять? Вот вы говорите, что у вас есть, чтобы быть членом вашей общины. То есть можно жить не в Потеряевке и быть членом вашей общины? Допустим, вот я живу пока в Германии. Пока дети маленькие, я не могу переехать в Россию. Ну, понимаете, у нас, которые здесь близко, они приезжают, причащаются. Ну, а вы не обязательно. Вот у нас из Германии приезжали, они покрестились. Они там и находятся. Но духовно они с нами. Из Германии. Из Германии тут были у нас, крещение принимали. Потому что я бы хотела бы у отца Экюме исповедоваться и причащаться хотя бы, ну, четыре раза в год или два раза в год. Да не четыре раза, хотя бы раз в год. В два года, если один раз, и то ладно. Да, ну, я сейчас, как я поняла из ваших видео, читаю, что я, наверное, оглашенная на все 15 лет. Я так уже читаю. У меня... Вы ничего не говорите. Не надо личного никакого. Мне не надо, я не исповедую, но просто не надо. Я вас очень хорошо понимаю. Только вы, если думаете ехать, это все, чтобы было с согласием мужа. Если бы он приехал, тоже было бы неплохо. Он хотел бы приехать, но документы у нас немецкие. Мне нужно делать сейчас российский паспорт и детям паспорт. Я бы хотела детей привезти в лагерь. Они очень... Они очень хорошо впитывают в себя. Ну, давай ревизии ребятишек-то. Ребятишек я прям бесплатно продержу лето. Да, но им нужна визу тогда в Россию. У них проблема с документами. У нас немецкие документы. И чтобы ехать в Россию, нужно идти в посольство России, пока не дадут визу. А здесь каникулы только две недели летом. Две недели в рождественские, две недели пасхальные. И все. То есть дети должны быть... Ну, как что? Летом самое большее, один месяц я могу отпросить их. Ну, вот как можете. Обдумайте это все. Я вам дам свои данные. Вы едете сюда, как там называется, приглашение или как? Узнайте. Да, да. Чтобы вам выдать. А, чтобы выдать приглашение. Да, у вас должно быть страховое свидетельство. Это обязательно всегда. Мы от Германии ездили. Там оттуда было как бы приглашение. У нас все благополучно было. Мы же всю Европу проехали. Ну, слава Богу, что благополучно было. О беде заботиться не придется. Здесь мы прокормим. Не, мы мало кушаем. А я вообще, можно сказать, питаюсь, как и вы. Для меня картошка, хлеб лучше нету в жизни. Значит, про крещение я поняла. Мне бы хотелось быть членом вашей общины. А это на месте уже здесь. На месте переговорить надо. Когда будет здесь батюшка, который у нас недалеко здесь, в соседних областях находится. Ну, рядом-то Новосибирск и другие. Они там бывают, я не знаю, причащается или нет. Но сюда они приезжают один-другой раз в году. Я не знаю, вот. Не, мне бы хотелось бы там, где я крестилась, а там, чтобы я исповедовалась и причащалась. Ну, это все можно сделать. Мне бы так хотелось. Можно. Для меня важно царство Божье. Я, когда буду умирать, я буду отвечать за все. И Бог с меня спросит они с кого-то. А так бегать с одного священника к другому. Хрещение у нас 9 июля будет. Да, 9 июля. Воскресение. Июля. Июля. Это далеко, конечно, но я не знаю. Ближе-то у вас где там было, можно бы покреститься. Это слишком далеко для вас это и дорого. Я даже не боюсь что-то дальше говорить. Такую даль. Тем более, ребятишки. Ради ребятишек только. Главное. Я сначала хотела бы один раз приехать сама, а потом уже с детьми приехать. Чтобы я хотя бы в воде хоть первый раз знала дорогу. Как сначала самолетом, а потом поездом. А скажите, у вас приезжали из Германии. Примерно сколько они потратили денег на дорогу из Германии? До тысячи евро? Не знаю. Я и не интересовался даже. Мы-то ехали на своей машине. Я видела у вас здесь оплемянница в Германии, да? Да. Из видео. Да. Может как-то с ней созвониться, поговорить с ней? Я спрошу ее, если она заходит сейчас на мои ресурсы, чтобы она связалась. Вы сейчас под скайпом свои данные скиньте. Телефон свой, место жительства, и я ей пошлю. Фамилию, имя, отчество, все укажите. Возраст, какое ваше желание. Прямо я ей послание это кину. Хорошо. Ее брат сейчас у меня здесь живет. Родной брат. Это тот, который приехал сейчас, он говорит, что он болеет, да? Да, он работает, он помогает. Машины ремонтирует тут. Ну, болезнь-то его такая. Он в армии-то не был. Ну, какие-то страхи у него и прочее. Я говорю, грешить-то, как златоуз, говорит, не боимся. А как каяться, стыдимся. Сатана опрокинул кверх ногами. Бог заложил в человека совесть, чтобы грех делал человек со стыдом или не делал его. А на исповедь шел легко. А сейчас наоборот. Грешить не боится, а на исповедь идти боится. Но он не боится. Он просто, у него ночами бывает проснется, и страх смерти, что-то со здоровьем. Я говорю, а ты еще смерти-то боишься? Так он посчитает Евангелие от Матфея, кажется. Там же пишется, что Господь Иисус Христос говорит, ну, страх греха должен быть сильнее, чем страх смерти. Но это в Евангелии нет такого. Это не Евангелие, это выражение такое, оно правильное. Но это слова самого Господа. А где это такое? Ну-ка, покажите. Это я читала в Евангелии от Матфея, мне кажется. Ну, как, вот такой фразы там нет, как вы сказали. Нет, нет, не такой фразы, немножко по-другому. Страх смерти должен быть сильнее страха греха, что ли? Нет такого. А страха их не бойтесь и не смущайтесь, такое есть. А страха не бойтесь и не смущайтесь. Да, когда надо будет гнать. Гнать будет, чтобы не боялись моих. Так, вот это вот. Еще что я хотела бы. Скажите, вот если дети мои подрастут, и я приму такое решение, чтобы, если мой муж мечтается как бы в блуде, если я буду исповедоваться, я каюсь, то есть, вот как мне выйти из этого положения, от этого греха избавиться? Если я буду, если я захочу расстаться и жить сама, это будет грех? Или дам ему повод для блуда? Ну, он сейчас вам на 100% верен? Он на 100% верен, он даже не хочет расставаться. Он говорит до гроба, вместе. Ну, ладно, говорит так, допустим. А вот если вы приехали сюда, сколько у вас ребятишек возраста? 4,5-3,5. Маленькие совсем. Да, маленькие. Я имею в виду, когда им будет 18 лет, они подрастут, они уже захотят сами, они будут учиться, они, наверное, переедут в другие города, я не знаю, может, мы и переедем в Россию. Мне бы хотелось сюда, в город Барнаул, я смотрела по ютубу этот город, какие там инвестиции, вроде бы работа там и есть. Не знаю. Я знаю, работа есть в Потеряевке. Есть у вас в Потеряевке? Какая работа? Огород. Курица, птица, животное, пчелы. Что хочешь делать? У тебя все свое. Ребятишки на свежем воздухе. Дети не болеют. Дети у нас никогда не болеют. Вообще дети. Они как грудочки. Место жительства. Дом нужно иметь. Нужно его купить. А если нету на что... Вот я смотрю, там русские живут. Я здесь в Германии как беженка живу и за границей 10 лет. У меня даже такого мысли, вот как вот Елена там. У вас есть Елена с шестеремя детьми. Она развелась и живет сама. Купила вроде бы дом. Строится. У меня даже одной комнаты, как у нее, своей нету. То есть у меня с мужем. Я даже бы хотела, но никак. У меня здесь адвокаты сожрали 10 тысяч интернета. Нас обманули, взяли в кредит. Они совсем по-другому по контракту. Здесь по закону, не знаю сколько, 4,5 тысяч евро тоже с нас подоили хорошо. Ну, вообще где-то 12 тысяч только так. Адвокаты, документы и какие-то услуги только за это платили. Ой-ой-ой. А потерявки ничего нет. Каждая копейка твоя. Ты кирпич купил, он твой. Лопату купила, твоя. Полено отрубила, твое. У него в Сирии есть очень большой дом. Я даже не знаю, как мать его умрет. Он не знаю, будет продавать или что. У него есть плантация оливков. Тоже, которые продают. Это все деньги. Но я ему говорю, может быть, я уеду в Россию, потому что я не могу. Меня тянет туда. Я там выросла. У меня душа русская. Я не могу даже... Хотя мы после 2000 года переехали в Молдавию. Мы жили там. Я говорю, я... Ну, зачем не молдаванка? Я русский, у меня русский дух. Если я говорю, мы переедем. Я говорю, ты хочешь учи язык? Ну, он такой, он даже не язык. Минуточку, подождите, сейчас, сейчас. Говори. Мы тут молились втроем. Вчера и сегодня все. Я говорю, такое дело. Утро. Целый день. Как только встану на молитву, так опять ты перед глазами. Ну, вот так и говори. Я сейчас тут по скайпу говорю, сразу уйду на молитву. Давай. Ну, то, что у тебя маловерие наступило. Я так понял. Ну, ты же знал, что ты просишь молиться. Как ты мог сомневаться, что получишь? Понимаешь, нет. Если бы ты, сказано было, найти машину, а то смирить человека, одного, да может другого, это не в силах человеческих. Ты сам понимаешь это. Все. Вот это расскажешь на собрании. Отошел с Богом. Понимаешь, с такими молитвами приходят. Один наш человек, сейчас двое ребятишек у него, и учится в семинарии. И что-то там где-то на производстве работает, и люди к нему, к начальству не может еще сделать. Ну, никак они там все против-то. И он вчера мне позвонил, помолиться. Я говорю, все, мгновенно, остановимся на молитву. Сейчас прошел два, он говорит, удивительное дело, тот человек со мной заговорил, и по-хорошему. А сейчас говорит прям лихующе. Все смирились, и все так выразить, говорит, не могу. Вот и весь ответ. Если бы ты молился, чтобы... А сам он что, не может молиться? Сам он не верит? Ну, он верит, он и молился, но почему-то просят. Просят. Он молился, значит, ничего у него не было, и ответа. А сразу ответ, что самая трудная молитва, когда речь идет о том, чтобы человек расположился. Я могу просить... Вот у меня так всегда. Я всегда молю Бога, но у меня всегда Бог слышит и дает ответ. И самое, когда ты вот сердцем молишься, и своими словами, вычитываешь какие-то молитвы, акафисты, я уже это поняла, это ничего не действует, только своими словами. Нет, 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 подожди минутку. И акафисты дают, и каноны, все дают. Но в конце своими словами. Тема молитвы никак не забывает. Там такое сказано, что своими словами не разбежишься. Да, 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 я читала. Когда у меня пришло первое раскаяние, я покаялась дома, читала Евангелие, и когда мне в голос пришло, что Иисус Христос, он Бог, и он умер за меня, он говорит, я есть Бог. У меня так в сердце говорит тихим голосом. У меня такое раскаяние пришло вообще. Я говорю, как мне быть вот с ним? Потом я одела платок. И платок, это, я не знаю, какой-то... Это очень сильно. Это что у мужчины пояс, борода, что у женщины платок. Да, да. И покрытое тело. Он стал вообще такой, ну, тихий, мало говорит, не хулит при детях. И стал к детям более такой расположенный. Не запрещают мне молиться. Детей это мучить. Но он говорит это самое. Я ему сразу... Я знаю, что сказать, потому что мне есть большой пример показать его семьи, и матери, и дедушки, и бабушки. Но самый большой пример его дедушки и бабушки. Я говорю, они выросли тебя. Я говорю, ну, ты посмотри на них. У тебя дед хоть и бритый, но хотя бы эту рубашку, он застёгивает здесь. Они все кюрды, они застёгивают здесь оше. Я говорю, а ты знаешь, что это означает? Что ты всегда готовый, и твоя собранность мужская. Вот это вот означает. И это сила. Я говорю, вот это пугается, это сила. А ты говоришь, что тебя всегда душит здесь. Я говорю, какой души, ты говорю, это у тебя бес на левой стороне, я говорю, тебе шепчет в уме. Вот так, значит. Теперь говорите, вот он такой-то. Вот иногда, если он где-то со своими там встретится, но они обычно тогда говорят, какие у вас жёны там растрёпаны, расхудлатыстые, он может смело похвалиться вами. И они такие, наших сестёр говорят, видят их, это мусульманки, мусульманки на наших сестёр. Они по улице когда идут, а они тут работают, мусульмане на улице. Так они, наших сестёр, просто надо видеть, как они, ой, наши мусульманки тут. И даже в интернете видят ребятишки, а у меня знакомая, это жена Мулы, и она говорит, это православные. Нет, это мусульманки. Ну, видите, у нас тут детские, когда идут, детский урок, как они одеты, детки-то, а когда причащаемся, видели? Да. Так я к этому его готовлю, я детям одеваю это платочки, я говорю, что женщина должна покрывать голову, вот смотрите на икону Пресвятой Богородицы, всё закрыто должно быть. Он даже мне сам говорит, Наташа, если ты хочешь носить платок на улице, он говорит, у тебя чёлка должна быть закрыта, что ты её оставляешь? У меня просто здесь не видно, у меня постоянно два шрама есть, это когда в детстве я болела ветрянка, и у меня они постоянно видны. И когда когда-то смотришь, все смотрят в этот шрам, в глаза как пристальные. Это не важно. Все будут думать, что ты воевала где-то за освобождение Родины. Ага, за освобождение души своей от грехов. И дети у меня говорят, я им показывала, Игнатия Лапкина, вот вас, я им показывала то видео, с которым мы разговаривали, я говорю, идите, смотрите, говорю, вы там здесь, внутри. Мужа, конечно, не показывает, если он узнает, что это высли на Ютуб, он, наверное, меня всеми... Вы там ребятишек наших детей показываете, скажите, смотрите, как девочки какие, как молятся, как кланяются, поют, как они. Так они уже, вы знаете, Игнатия Тихоновна, мне даже не хватает денег купить им платья в детский сад. Они ходят, их целый день валяют в этом песке, в земле, и приходят, и все грязно. Даже постирать два-три раза и выбросить, а все дорогое. Одно платье стоит по 20 евро, то есть мне нужно два-три платья, мне нужно где-то 150 евро купить, чтобы вот эти платья поносят один месяц, и они все, они растрепаны от земли, сколько я их стираю. И мне приходится им штаны одевать в детский сад, а дома они аж рвутся, говорят, они уже сами говорят мне, говорит, мама, мы девочки, девочки должны быть в платье, закрытые ноги, платочек, а куда их? Так, вы так и держите, так и держите, и все. И крестики не снимайте, это вас не касается. Крестики закрытые, ребят, зачем вы лезете туда, скажи? Я скажу, я поговорю с этой, с хозяйкой, скажу ей, я скажу, я православная, я говорю, нет такого закона никакого, чтобы вы снимали кресты, потому что у них здесь очень много, часто случаев вообще в Германии, если у вас есть племянница, вы спросите ее, она вам подтвердит. У них дети в школах, я не знаю, над физкультурой, везде детский садик, они прыгают, там скачут, и очень много было удушья за то, что есть у них что-то на шее. И вот они снимают. Я еще, когда приехала сюда первый день в Германию, отвела ребенка, ей было три месяца, моей дочке первой Александры, и доктор увидел у нее цепочку с крестиком, он говорит, я понимаю, это красиво, это Бог, я говорю, ну, она в любой момент может ночью спать и задушиться. я-то верю совсем по-другому, у меня вера сильная, я говорю, как Бог может задушить свое дитя? Никогда, ни одного случая за две тысячи лет не было. Это все сатана врет. За две тысячи лет ни одного случая не было. Я им говорю и твердо об этом, у меня даже муж, когда я оставила детей, я уехала в Гресу на пять дней, я говорю, смотри, если у детей кто-то, они тронут их кресты на шее или снимут, или что-то скажут, я говорю, я приеду из Греции, говорю, всех их, не знаю я тогда, что сделаю, потому что, вы знаете, Надя Тихо, у меня, как у вас, у меня вот такое слово, если я в ярости, я знаю, что это по закону Божьему, что это так, что это правильно, я начинаю кого-то ругать, вот Бог делает так, что он наказывает его, вот даже вот моего мужа, праздник, или он что-то делает, я говорю, нельзя, или в воскресенье, или что-то, так он сразу, у него болезнь, он лежит и не встает. Я говорю, это ты, слушаешься мне, я говорю, я тебе говорю правду, которую тебе никто не скажет, я говорю, тебя вера, слышь и нет, ты не можешь читать, и ты не можешь слышать, как и твоя мать, кто-то тебя научил, кто-то сказал тебе, вот ты в это и веришь. Я говорю, а все не так, я говорю, если бы ты умел бы читать, я бы тебе доказала. И он лежит, и болеет, и все, и когда у него была операция, у него был страх, он говорит мне, я не боюсь умереть, я не боюсь умереть, говорит, а умру, умру. ему делали операцию, удаляли гланды, и он лежал в больнице у него открылось кровотечение 3-4 раза, у него весь желудок, все, вот эта кровь из мозга которая, когда гланда, она поднимается снизу вверх, если ты только прислонишь голову и начнешь спать, у тебя все, ты захлебываешься весь желудок, у тебя в крови, уши в крови все в крови, его давай в операционную, и мне звонит 5-10 минут, ну у меня совесть не мучает, я думаю, что все будет с ним хорошо, даже если что-то случится, я верю что он выживет, а не умрет я говорю, ну что, боишься умереть, страшно тебе так он уже признал это и говорит ой, Наташа, я тогда так испугался, я тогда вспоминала где ты и дети только так он разговаривает с вами на каком языке половина мы на греческом говорим но я уже, так как выучила разговор на арабский, уже 10 лет вместе, на арабском если есть такие слова, которые он не понимает по-гречески, я ему говорю по-арабски уже и он говорит, мне так страшно было я говорю, видишь какой страх смерти говорю, а ты говори, что не боится я говорю, нет такого человека на земле кто не боится умереть все так говорят, что они не боятся когда до них доходит, даже вот эти игиловцы, которые у вас бомбят все, я говорю, даже у них есть страх, они плачут и идут на смерть но в душе у них один страх горит и тогда он уже понял и он уже все больше в больницу даже не хочет к врачам не ходит, говорит ну сейчас буду болеть и помирать дома я говорю, я слава Богу, говорю знаешь, почему я не болею, ничего во-первых, пост я мяса много не ем я не умираю за едой что сегодня кушать, что завтра кушать я когда прочитала Евангелие, там говорит говорит, ваш отец знает, в чем вы нуждаетесь в чем вы нуждаетесь говорит, в следующий день сам позаботиться о себе и тогда я уже стала не заботиться что мне завтра приготовить, а что послезавтра готовить у меня всегда это было, это болезненные проблемы придут гости, что готовить, что им делать, что готовить я, Наташа, слова проблемы не люблю, не люблю да, нерешенный вопрос Я когда прочитала Евангелие, меня как будто Бог успокоил. И когда ко мне кто-то приходит, я уже об этом не заботюсь. Я поставлю, и всё, это не мои проблемы. Нравится, не нравится. У меня что есть? Мне что, родить что-ли еду или что? Я уже об этом объясняла ему и говорила. Я говорю, моя обязанность сделать, приготовить, накормить это самое. Я свою обязанность знаю. Ты знаешь свою обязанность. Ну, вот так мы распределили. Воспитание занимаюсь. Я, слава Богу, что Господь меня оберегает, что его родственники не приезжают сейчас так часто ко мне. Там, если один раз в год или сейчас вот под Новый год, они все будут собираться. Я не знаю, сейчас будет каникулы у детей. Наверное, он захочет детей куда-то везти. Но я бы не хотела, но я буду Богу молиться, чтобы мы остались дома и чтобы никуда не поехали. Когда будете ролик этот смотреть, у меня за окном кормушка, я сейчас Воробьёв снимал. Пусть ребятишки смотрят. А я видела у вас. Вы знаете, у меня не знаю, откуда. У меня здесь, я живу на первом этаже. У меня начали сороки прилетать на подоконник и смотрят в окошко. И дети мои говорят, мама, смотри, я уже им говорю, что это Бог создал птиц, вот это деревья. Они говорят, вот луна, вот сегодня красивое небо. Я говорю, это Бог так делает. Я говорю, да, это все творение Божие. Я говорю, вы сыны Бога. Бога, Бог вас послал. Говорит, я молилась, и Бог послал. Я говорю, ты молилась, и Бог дал тебе, мальчика. Я говорю, да, это все Бог делает, говорю, это творение Божие. Я им так рассказываю. И они об этом только говорят со мной. Они никому не говорят. Я говорю, это не в садике, я говорю, нигде. Это чтобы только вы знали. У меня у старшей дочки, если вы захотите, вы помолитесь о ней. Потому что вы сказали, что если у вас такие дети какие-то одарованные, ну, веры в Бога, что они хотят молиться, ну, вы особо за них молитесь. Она, когда кто-то приходит, она сразу идет в мою комнату в красную уголовку, давая колено преклонения, и крестится, и говорит во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь, и начинает молиться по-своему. Всегда, когда у меня кто-то придет или что-то, она начинает молиться. И может стоять и молиться перед кем-то даже. Они по-русски разговаривают хорошо? Да, по-русски разговаривают хорошо. Есть очень много слов, я читаю священного писания, и они даже играются, рисуют, и слух у них направлен на мое чтение. Вроде бы они как бы не слышат, рисуют, а потом слышат, и говорят, мама, что такое целомудрие, что такое там вот это, это, это. Я начинаю объяснять и рассказывать, и они уже, они очень начинают хорошо воспринимать вот именно вот этот вот славянский русский язык, потому что я всегда молюсь Кириллу и Мефодию, учителям славянским, у меня есть молитва к ним, чтобы Бог даровал детям моим вот этот вот русский язык, чтобы он был у них внутри, чтобы они его усваивали. И именно вот этот евангельский, который в молитве, потому что у меня было в детстве, когда я начала первый раз ходить в храм и петь, у меня была проблема, я не понимала этот славянский язык. Я хотела читать молитву, я искала Бога, у него не было книг никаких, не покупать. Я даже рассиховалась и плакала, и говорила, говорю, Господи, как тут можно что-то понять? Говорю, ни одно слово не понимаю. Я читаю и психую, и нервничаю, у меня вот гнев такой. И потом через какое-то время у меня вся молитва сама у выходи. Я начала запоминать, я начала понимать сами молитвы, что означают там. Вот я даже с другими разговариваю, говорю, вот это вот покаянный канон. Когда я начинаю там читать, у меня вот так слезы текут, мне даже не нужно смотреть, что там означает это слово. Я уже все понимаю, все. Там столько всего написано, что там душа должна до конца уже этого канона покаяния уже вся, можно сказать, раскрыться уже все грехи твои, все твое покаяние излиться там в этом каноне. Я говорю, как другие читают зубрят, едут в особости перед литургией, там что-то читают зубрят. Ничего не понимают. Спрашивающих ничего вообще. Я говорю, как можно так идти на исповедь и не подготавливаться, ничего, еще идти к причастию, недостойно причащаться. Вот у меня всегда был такой страх, когда я подходила к чаше. И я всегда, когда шла на исповедь, я говорю, все, это грех, я больше не согрешаю. Я согрешила есть. Но вот этот вот есть грех, это я живу со своим мужем, это грех блуда. Я молю Бога, чтобы он избавил меня от этого греха. Потому что я исповедуюсь, но я не причащаюсь. Исповеда была, есть раскаяние, есть. И вот я постоянно каюсь, и меня совесть мучает. Дети у меня неправильно крещеные. И этот грех, я уже заметила сейчас, что он есть у них внутри. Вот как у меня было, я чувствовала. У меня с утра бы матери оно уже было, этот грех блуда. И когда человек растет, он возрастает, возрастает, возрастает. Этот грех. И сама я себе говорила, что я никогда такое не буду, никогда такое не буду делать. Я сама вот все сделала и все согрешила. Вот так я боюсь, что у моих детей тоже так будет. Поэтому я хотела бы и сама креститься, и детей крестить, чтобы омыть это. Ну как Бог усмотрит. Наташа, отпусти меня теперь. Сейчас ко мне заходит уже. Ну хорошо. С Богом. С Богом. Я вам пошлю, значит, вы своей племяннице. Все данные мне сейчас сбрось. Да, да. И там еще... А адрес все абсолютно укажи. Хорошо. А вот сейчас придет вечером ее брат, я ему отдам, он перешлет ей. Игнатий Деканыч, я хотела вам еще сказать. Я смотрела ваши два фильма, вы мне посылали по скайпу. У меня не было времени вам написать. Очень хороший, очень. Особенно и первый, там, где ваша мама есть, тоже на видео. И второй, столько там всего. Вот это и есть. Оно раньше и было. Вот это вот. И в России. И поэтому... И у всех... У моих родителей, у моих родственников, у них всех вера искаженная. То, что у вас в фильме есть, это на самом деле, я даже не знаю, это, наверное, золотая информация, можно сказать, которую за всю жизнь я слышала и видела. Я даже поставила своему мужу и говорю, вот видишь, как я говорю, русские не были всегда такие, которые, как ты сейчас знаешь, вот такие вот распущенные, блудные, пьяницы. Он всегда говорит, у вас все пьяницы и блудники там. Говорю, у нас даже если есть, так они не ходят по улице и не показываются. Очень хороший фильм. Ну ладно. Благодарю вас за те занятия, за видео, которые я смотрю, занятия у вас по Святой Библии. Я только успеваю себе везде отмечать и сразу уже прочитываю сразу всю главу и так у меня идет Святое Писание уже. Сейчас сегодня я выставил ролик, сегодня ролик про наш лагерь. И внизу 274 ролика, наш указатель. По заголовкам смотри, сразу найдешь... Да, да, я открываю папки, там в папке... Только сегодня поставил, сегодня. Угу. Я обязательно посмотрю. Да, это в моем мире и в Ютубе. Все с Богом. Все с Богом. Слава Христу. Спасибо, Христос. Мир вам. С миром. И Серафима Гавриловна, передайте, что вот есть в Германии такая девушка, хотела бы с вами познакомиться. Если Бог усмотрит и если она еще будет жива, и вы будете живы до лета, мне бы хотелось бы увидеть. Бог усмотрит, да, действительно так. Все с Богом. С Богом. Слава Христу. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...